Всем приветики! По многочисленным просьбам решила вам снять, как замешивается арт-бетон. И вообще, что это такое скульптурный раствор? Как его готовят? Какие нюансики? Какие вообще секретики? Что для этого надо? Для начала вам нужна бетономешалка и супер-пупер специалист Вова. И еще очень важно иметь вот такой вот хороший карьерный песок. Он должен быть немножко с примесью глины. Как вы видите, куски глины у меня нигде не валяются. А ну, вов, коп они людям, а то вдруг не поверят мне, что у меня там... Вот, песок, посмотрите, вот такой вот хороший, шикарный. Где-то, конечно, попадается трава, но это нормально, потому что карьерный песок. Он немытый, карьерный, с примесью глины. Если у вас там слишком он будет загрязнен или попадаются камни, то, конечно, нужно будет его просеять от крупной грязи. Но у меня вот в данный момент вот такой вот качественный, хороший песочек. Вот, гляньте. Он не крупнозернистый, он как раз такой вообще прям, ну, класс. Вот я его так сжимаю, видно, что он хорошо приминается и держит комочек. Мы уже себе подготовили, рассыпали по ведрам. И следующее, что вам понадобится, это цемент. Я использую марку 500. Марка 400 мне почему-то не нравится. Сколько я не пробовала и не экспериментировала с разными производителями, ничего хорошего с этого не получается. Он плохо набирает прочность, сыпется. В общем, я уже уменьшала песок, чуть только не делала. Но качество марки 400 и желает лучшего. Мне он не нравится. Для скульптуры и для лепки вообще я использую только марку 500. Потому что я уже вижу, что на следующий день моя скульптура набирает хорошую прочность, ничего не сыпется, все отлично держится. В общем, марка 500 супер. В данный момент у меня вот такой вот производитель. Говорят, что это турецкий производитель. В принципе, тоже мне очень нравится. У меня на турецком производителе весь дом сляпанный. Все хорошенечко держится. Те, кто следил за моими роликами, знают, что вот эта стена уже стоит год. Чего как бы не сыпется, все держится. Значит, потом вам еще понадобится любое моющее. Жидкое мыло. У меня просто баночка с подферии. А так я покупаю самое обычное дешевое жидкое мыло в таких 5-литровых бутылочках. И сюда просто вот наливаем, потому что там удобные дозаторы. А так мы тоже себе подготовили вот такую вот стопочку. Вот, красивенькая такая. Там получается где-то, ну не 50, там... 25. Да, где-то 25-30 грамм в этой стопочке. Значит, дальше что вы делаете? Мы взяли, перемерили вот этот вот мешок с цементом. В нем 25 килограмм. Если его рассыпать в 2 вот таких вот 10-литровых бутылочках, то как раз они будут полные и без горки. Пропорция у нас достаточно простая. На одно ведро цемента 2,5 ведра песка. Значит, получается, мы делаем очень все простенько. Засыпаем на один мешок цемента 5 ведер 10-литровых песка. И потом добавим туда вот эти вот 30 грамм жидкого мыла. И получится шикарнейший пухленький раствор. Сейчас Вова все нам продемонстрирует, как все происходит. Для начала в бетономешалку нужно будет залить воду. Потому как без воды, если вы на сухую все позакидываете, и потом решите добавить туда воды, то у вас возьмется все комком. Сначала заливаем воду. Я вам покажу просто, что у нас в бетономешалке уже изначально была залита вода. Вот, жидкая. Мы изначально сюда залили полтора ведра воды. Вот таких вот, небольших 10-литровых. И Вова сюда засыпал один мешок цемента. Изначально мешаем сначала цемент. Теперь после того, как размешался, расколопутсался этот цемент, Вова добавляет мыло. Все, вот этого стаканчика на весь замес вам будет достаточно. Теперь добавляем песок. Пять ведер. На один 25-килограммовый мешок цемента добавляем 5 10-литровых ведерок песка. Если вам нужен пожиже раствор, вы будете добавлять немножко воды. Нам в данный момент сильно жидкий не нужен. Нужен такой средней плотности. Поэтому Вова будет сейчас поглядывать постепенно. Может будет чуть-чуть добавлять воду. Теперь я хочу вам рассказать такой небольшой секретик. Мы сюда в бетономешалку добавили мыло. Вы видели, да? Это мыло нужно для того, чтобы раствор не садился. Потому что когда вы будете лепить скульптуру, а раствор у вас будет рассыпан там по ведрам, либо в тачке, как мы используем, какое-то время он будет стоять, то без мыла этот раствор будет садиться, и сверху будет у вас образовываться вода. Раствор будет отталкивать от себя воду, и она будет подниматься вверх. Вот мыло не допускает этого. Раствор остается пушистенький, такой приятный, и хорошо с ним работать. Но есть один момент. Такой раствор бетономешалки долго мешать нельзя, потому что это мыло потом будет вспениваться, и ваш раствор, который должен быть классненький, скульптурный, станет просто непригодным для лепки скульптур. Он будет слишком пушистый, будет слишком взбитый, и от этого может потерять прочность. У меня уже несколько раз такое было, что ребята подавали мне раствор наверх, я как бы не обращала внимания, что они часть раствора рассыпали по ведрам, а часть, остаток какой-то был бетономешалки, и он перемешивался до того момента, пока мне не нужен был еще раствор. Ну, как бы они говорят, зачем этот раствор будет лежать в тачке, когда можно такой сразу же хорошо перемешанный рассыпать по ведрам. И вот этот вот раствор, который долго мешался в бетономешалке, я когда начинаю работать, лепить, на следующий день я обращаю внимание, что он становится каким-то рыхлым, сыпучим, и очень долго набирает прочность. Он не становится твердым, он не становится нужным, как бы по плотности, такой, какой должен быть. Поэтому, ребята, не мешайте долго раствор бетономешалки. Замешали. Вот сейчас Вова, я же не выключаю, вы видите, сколько он примерно мешает, наверное, минуты 4-5. Сразу замешали, высыпали себе в нужную емкость корыта, в тачку, куда-нибудь, и пусть он там лежит. Не оставляйте его в бетономешалке, так что он у вас мешается, 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 он просто потом будет испорченный. Да, он со временем наберет прочность, но он уже будет не такой, как бы хотелось. Он потеряет от этого свою крепость. Вот такой вот нюансик я заметила в растворе, в который добавляет мыло. вот все, раствор готов. Я не знаю, сколько тут по времени прошло, 4-5 минут. И вот мы для привоза в нужную точку у меня раствора используем тачку. Тачку мы тоже сколько не искали по магазинам, нужной нам формы, нужной крепости, не смогли найти. Все какие-то они хлипкие, конструкция у них непонятная, поэтому мы решили сварить вот такую вот тачку. Это даже не тачка, а, скажем так, небольшое корыто на колесах. Кому интересно, как она делалась и вообще, ну, какие нюансы связаны со строительными тачками. Есть у меня отдельный ролик, я вам тоже прикреплю ссылочку. Может быть, где-то вам пригодится. Потому что мы тоже столкнулись с таким моментом, что покупаешь строительную тачку, она на одном колесе. Она такая высокая, приходится подкапывать яму, чтобы подкатить ее под бетономешалку. Если брать садовую тачку, то она такая слабая, что не выдерживает таких вот строительных нагрузок. Начинает у нее то колеса отваливаться, то ручки отрываться. Поэтому мы уже все свои всякие мелкие нюансики и потребности, нужные нам от тачки, все это учли и сделали вот такое вот свое чудо. Кому интересно, я же говорю, что будет ссылочка. Переходите, смотрите. Ну, вот и все. Раствор готов. Все секреты я вам сегодня рассказала. Дальше просто надо брать этот чудо-раствор и лепить какой-нибудь шедевр снял. Вот он. Для моей сейчас работы мне нужен именно вот такой вот раствор. Жить мне не надо. Вот он. Видно, что он лепится, держит форму. В общем, красота. Сейчас я леплю клумбу. Тоже прикреплю вам ссылочку. Если у вас стоит задача украсить свой двор и построить какую-то клумбу, пожалуйста, тоже приходите, смотрите. Вот. Есть у меня отдельное видео по вот такой клумбе, где внизу камень, а сверху металлическая ковка. Ну, это классическая клумба. Я ее так называю евростандарт, где ровный красивый камушек сверху и внизу более крупный. Ну, и вот такая вот клумба у меня есть, где как будто ее выложили из дикого камня. В общем, есть что посмотреть. Все вам прикреплю. Это будет раздел полезных ссылочек под описанием. Видео. Переходите, смотрите. Может, что-то где-то вам пригодится. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся уже в новых мастер-классах. До новых встреч. Пока-пока.